Всем привет! Меня зовут Анюта. Сегодня я хотела бы поговорить на тему роды. Как сделать так, чтобы роды прошли гладко и легко. Конечно, я захвачу самую малость того, что может быть в родах, так как это такой индивидуальный процесс, и у каждой девочки, у женщины происходит это всё по-разному. Ну, во-первых, нужно, конечно, настроиться на позитивное, на успешные роды лёгкие. Вот я убеждена в том, что как ты настроишься, как ты себе запланируешь, так всё равно и будет. Вот вне зависимости от того, кто там что говорит. Ну, я сторонник того, что, конечно, нужно готовиться к родам. Вот я, например, ходила на курсы подготовки к родам вместе с мужем. Ну, мне, допустим, очень сильно понравилось, и меня это как бы вдохновило и помогло в родах. То есть я это применила на практике. Не всё, конечно. Я, опять же, сторонник того, что нужно своему телу помочь подготовиться к родам. Ну, мало того, что оно само по себе подготавливается, да, даже если вы хотите лежать на диване, так при этом ещё и помочь там растяжками какими-то. То есть есть много практик, которые помогают в этом всём. Каждая девочка, я думаю, должна понимать, что и осознавать то, что в родах вы рожаете. Не врач ответственный, а именно девушка, которая рожает ответственная, женщина, так как она рожает, она проходит этот процесс. Врачи, они наблюдают и помогают принять ребёнка. Но рожаете, дышите вы и думаете о вашем ребёнке больше всего это только вы. Дальше хотелось бы так сказать, что в родах самый главный это ребёнок. То есть не вы, не врачи, не родственники, а именно ребёнок. Это самый такой вот, самый главный участник родов. Потом мама идёт, потом все остальные уже. Вот. Ну и так хотелось бы несколько таких практик донести, чтобы... Ну не то, что практик, а просто вот советы, рекомендации, которые, возможно, вам помогут. Возможно, что-то у вас в голове переключится, и вы этим воспользуетесь. Очень чуть-чуть, скажу. Вот. И так, как легко родить? Ну, во-первых, вот, допустим, начинаются роды, вы уже поняли, что роды. Главное, не нервничать. Ни с кем не ссориться, Боже упаси. Знаете, очень много будет стимуляторов поссориться, или чтобы вы начали кричать. Все будут вас задевать, такое ощущение. Но вы не ведитесь на это, потому что выделяется адреналин, и он тормозит процесс родов, родовую деятельность, тормаживает. Поэтому спокойно реагируйте. У меня, допустим, настолько были сильные тренировочные схватки вот эти, что я целый день проходила в схватках, и я не поняла, что я рожаю. И я очень как-то нервничала, я была в непонятном состоянии, я не могла понять, это схватки настоящие уже роды, или это тренировки какие-то. И поэтому у меня не соблюдались те интервалы, которые нас учили. Вроде всё идёт чётко, как по теории должно быть, да, а потом я так раз перенервничала, что-то подумала, думаю, Боже, роды, это не роды. И раз оно как-то останавливалось, потом опять начиналось. И уже ночью в 10 или в 11, я уже чётко не помню, мы поехали в роддом, просто узнали, у меня роды начались, или это тренировочные схватки. Ну, приехали и поняли, что это роды. Я успокоилась вот полностью. Я осознала, что сейчас появится наш манипашенький человечек, которого я ждала и носила под сердцем. Успокоилась, выдохнула и, собственно, начала применять те знания, которые у меня были от курса. А именно, дышать. Нужно дышать правильно. Зачем это нужно? Во-первых, расслабляется тело, но это не важная цель, ну, как бы не главная цель. Дыхание, оно даёт кислород ребёночку во время схватки, потому что схватка, она вот так вот сжалась, и, как бы, получается, кислород чуть-чуть перекрывается. И благодаря дыханию, когда мама дышит, кислород этот поступает ребёночку, потому что, ну, у него такое маленькое кислородное голодание, получается, во время схватки. И дыхание мамы, оно обеспечивает кислородом ребёнка и помогает также ему. Дышать нужно, ну, так, чуть-чуть совсем скажу, там есть много практик по дыханию. Ну, и вот вдыхать медленно через нос, чуть-чуть задержку дыхания, паузу, и выдыхать через рот. Ну, типа вот так. Ну, вот у меня было такое, что где-то я услышала, что нужно распустить волосы, то есть снять резинки, все зажимы волосам. Я сняла резинки, и у меня волосы, как бы, были свободны. Почему? Потому что волосы у женщины, как бы, считаются проводником энергии. Это как высшая такая связь с космосом через волосы, и это помогает раскрыть её шейки матки. Дальше вот расслабить нужно тело. Вот когда схватка идёт, вы пытаетесь расслабиться. То есть обычно как женщина делает? Схватка идёт, и она такая, ой, ебольно, типа. Нет, такого не надо делать. Вы таким образом не поможете себе раскрыться, ну, раскрыть её. То есть когда идёт схватка, дышите, да, во время схватки. И считается, что вот шейка матки зависит от того, ну, насколько мы расслабим глаза и губы свои, как это работает. Вот когда идёт схватка, ну, я закрывала глаза, полностью расслабляла вени, и пыталась полностью расслабить губы и дышать, продышать эту схватку. И тогда, ну, вот как-то у меня процесс, ну, так, довольно быстро шёл, раскрытие. По поводу боли, наверное, нужно сказать. Я не воспринимала роды как муки, как мучения, там, ой, ужас какой, это ж так, больно там, все дела. Ну, больно, конечно. Ну, никто ж не говорит, что это там безболезненная процедура, да, роды. Больно. Но эта боль, она другая. Это боль не страдания, это боль радости. Радости того, что сейчас появится маленький человек в мире. Это чудо происходит, это такое вот, ну, это другая боль. И я её воспринимала вот как чудо со мной происходит. О, у меня схватка, мне больно. Это чудо, что у меня вот эта боль. Я не зажималась, я не мучилась в родах, как вот некоторые там рассказы, да. То есть спокойно боль эту нужно проживать. Ну, во-первых, мы приглушали свет, чтобы не ярко было, а вот темно. Мы ночничок включали, и вот в темноте получается как-то процесс схватки были регулярные, и всё налаживалось. Как только кто-то к нам заходил в рабовой зал, сразу как-то вот такое напряжение появлялось, и вот не те ощущения, нет состояния расслабленности. Поэтому приглушали свет, типа это ночь, и там, соответственно, гормоны какие-то выделяются, которые помогают раскрываться шейки матки. Дальше очень спасала музыка, которая мне нравилась. Я там одну песню крутила раз сто, потому что мне вот, я слышала эту музыку, и мне прям было хорошо. Мне помогало прожить схватку. По боли это я сейчас могу рассудить, да и так далее. Это как болезненные месячные, вот как роды выглядели у меня. Очень болезненные месячные. Терпимо все, все как-то можно прожить. Тут настроение очень важно, мне кажется, все-таки. Потом ела шоколад, когда еще там была вот эта вот неактивная база. То есть я пила чай, ела шоколад. Вот, это тоже хорошо расслабляет. Ходить, двигаться нужно. Ну, я много ходила, двигалась постоянно. Вот когда схватка идет, когда ты двигаешься, ты помогаешь ребеночку как-то перекрутиться. Ему ведь тоже там больно. Ему тоже нужно поддержать. Разговаривать с ребенком, что все будет хорошо, там мама рядом, я тебе помогу. Ну, то есть постоянно нужно контакт искать с ребенком. Тогда, потому что мы все, ну, чаще всего женщины думают, ай, меня больно там, я рожаю, мне больно. А ничего, что ему тоже там может быть больно. И что ему тоже страшно, он не понимает, что происходит. Так же мне очень сильно помогло, что рядом со мной был муж любимый. Мы изначально, у нас был план, что мы будем рожать вместе. И вот муж, конечно, это вообще очень серьезная поддержка был. И вот муж мой любимый очень помог своим присутствием. Вот мы ходили там на курсы, нас учили, да, что может, чем может быть полезен и помочь муж в родах. Мой муж, он мне помогал в своем присутствии. Он все время говорил, ну, что тебе сделать, как тебе, пробовал там массаж делать, водичку. Меня постоянно поил. Поить, это, кстати, пить водичку, это очень нужно в родах. Постоянно. Много воды. Постоянно пить, пить, пить. В общем. И он вот просто, я говорю, вот, будь со мной. Вот я чувствовала защиту, то, что он рядом. Я чувствовала просто, что я защищена. И мне было хорошо с ним. Я не боялась ничего. Также должны понимать, что, да, схватки с схватками, но есть намного больше промежутки, когда можно отдохнуть. Поспать, например. А я тупо читаю. Но я там пыталась как бы спать, потому что ночью все-таки рожала. Ну, как ночью вот это все происходило, активно. Сходить в туалет обязательно надо, да? Постоянно между схватками. Ну, в общем, отдыхать нужно. И это время на отдых получатся больше, чем сами схватки. Поэтому, что еще хотелось бы сказать? Что вот роботы, это такое, знаете, таинство, это такое чудо происходит. Это, наверное, самое лучшее, что может произойти в жизни женщины. Это вот, ну, необыкновенно, правда. Когда рождается, ну, неупасенький человечек такой, и ты смотришь на него, и это твой человек, это твой ребенок, ты его насеял, и тут он рождается. Ну, в общем, и вся та боль, которая есть в родах, это ничто. Это можно вытерпеть. А когда еще любимые люди рядом, в общем, этого не нужно бояться. Это, к этому нужно готовиться, принять это все. Это самое лучшее, что может быть в вашей жизни. Что еще? Можно много рассказывать еще, конечно, я любитель поговорить. Если что, пишите в комментарии, я на все отвечу. Ну, в общем, все. Спасибо, что выслушали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. и была рада поделиться информацией. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok